Шестой класс, семнадцатая серия. Делимость. Формула числа, которая делится на 7. Если мы рассматриваем натуральные числа, то 7 умножить на натуральное n. Делится на 7. При делении на 7 возможны остатки. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Это наибольший из возможных остатков. Остаток всегда меньше делителя. Делимость суммы. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на это число. Второе. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальное делится, то сумма на это число не делится. Причем у суммы будет точно такой же остаток, как у того слагаемого, которое не делится. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится на это число. Признак делимости на 11. Давайте повторим признак делимости на 11 и рассмотрим два числа. Вот первое число. Надо определить, делится ли оно на 11, не выполняя деления. Мы находим сначала сумму цифр, стоящих на нечетных местах, начиная с наименьшего разряда, с разряда единиц. 5 плюс 1 – 6. Это значение первой суммы. А затем складываем стоящие на четных местах. 9 плюс 8. Получается 17. Находим разность. Из большего вычесть меньше. Значит, эти суммы отличаются на 11. 11 делится на 11. Значит, число 8195 делится на 11. Второе число. Нужно вставить пропущенную цифру, чтобы число делилось на 11. Давайте обозначим за х эту пропущенную цифру. 4 плюс 3 плюс 2 плюс 1 – это первая сумма. Значит, значение суммы 10. А теперь стоящие на четных местах 0, х и 0. Значит, получается х. Разность этих сумм должна быть числом, делящимся на 11. Мы не можем назвать такого значения, потому что х – это цифра, принимающая значение от 0 до 9. Никакое значение не подойдет. Значит, в этой задаче решений нет. Нет такой цифры, которую можно было бы написать, чтобы число делилось на 11. Признак делимости на 13. Отбрасываем последнюю цифру и к тому числу, которое получится, прибавляем учетверенную последнюю цифру. Так, получается 403. Теперь опять надо отбросить последнюю цифру и к числу 40 прибавить учетверенную последнюю цифру. Получается 52. Ну, вот уже видно, что 52 делится на 13. Но можно еще раз отбросить двойку и к числу 5 прибавить учетверенную цифру 2. 5 плюс 8 – это 13. 13 делится на 13, значит, и число 4030 делится на 13. Обобщенный признак делимости на 7, 11, 13. Один признак позволяет определить сразу, делится ли на 7, делится ли на 11, делится ли на 13. Произведение этих чисел – 1001. Так, ну давайте рассмотрим этот признак сразу на конкретных примерах. Вот первое число. Разбивать будем на тройки, начиная с наименьшего разряда, с разряда единиц. Разбили. Вот, это первая тройка. Это получилось 765. А здесь, ну, здесь не тройка, здесь только две цифры. Значит, это число 30. Теперь находим разность этих чисел. Значит, получается, значит, 765 минус 30. Значение разности 735. Число 735 делится на 7. Ну, это легко определить, даже не выполняя деление, потому что число можно представить в виде суммы 700 плюс 35, где каждая слагаемая делится. На 11 не делится. И на 13 тоже не делится. Значит, мы определили, что число 30765 делится на 7, а на 11 и 13 нет. Так, теперь второе число. Давайте определим, делится ли второе число на 7. Так, разбиваем на тройки. Это 450, это 230, это 10. Складываем стоящие на нечётных местах. 450 плюс 10. Это 460. Так, и теперь нужно вычесть 230. 230, то есть мы находим значение разности. Получается 230. Число 230 на 7 не делится. Как, не выполняя деление, определить число 230, можно представить в виде суммы 210 плюс 20. Первое слагаемое делится, а второе нет. Значит, 230 на 7 не делится. Первая задача. Делится ли на 7 вот это число? Разбиваем на тройки. 700, здесь будет 50, а здесь 103. Теперь складываем 700 и 103. Это получится 803. Здесь только одно число, 50. Находим разность этих чисел. Из большего нужно вычесть меньшее. Получается 753. Теперь осталось выяснить, число 753 на 7 делится или нет. Ну, давайте не выполняя деление. Представим 753 в виде суммы. 700 делится на 7 и 53. Первое слагаемое делится, второе нет. Значит, 753 на 7 не делится. Значит, и вот это число, многозначное, на 7 не делится. Вторая задача. Какую последнюю цифру надо приписать к числу, чтобы получилось число, которое делится на 13? Пропущенную цифру мы обозначим за х. Значит, вот это у нас будет 900 плюс х. Так, здесь будет 570, а здесь еще 130. Значит, мы складываем стоящие на нечетных местах. 900 плюс х прибавить 130. Это первая сумма, а здесь будет только одно число, 570. Нужно найти разность. Итак, это будет больше, сумма больше. Здесь будет 1030 плюс х минус 570. Значит, получается 460 плюс х. Число 460 при делении на 13 дает остаток 5. Значит, х должно быть 8. 5 плюс 8 – 13. Вот только в том случае, если мы в конце припишем цифру 8, вот это многозначное число будет делиться на 13. Третья задача. Может ли произведение цифр натурального числа равняться вот этому числу? 11 880. Вот глядя на это число, можно сразу определить довольно легко, что это число будет делиться на 11. Потому что 11 делится на 11. 88 делится на 11. Значит, 11 000 делится на 11. 880 делится на 11. Первое слагаемое делится, второе делится, значит, сумма делится. Итак, это число будет делиться на 11. 11 – число простое. Значит, в разложении этого числа на простые множители будет множитель 11. Множитель 11, значит, в виде произведения цифр представить нельзя. Потому что цифры, какие значения принимают 0, 1, 2 и так далее, до 9. А если в разложении есть 11, значит, нельзя представить в виде произведения цифр. Четвёртая задача. Можно ли написать строчку 4 числа, чтобы сумма любых двух соседних была чётная, а сумма всех была нечётная? Так, ну, давайте попробуем. Сумма любых двух соседних должна быть чётная. Ну, допустим, первое число чётное, второе тоже чётное. Значит, вот два чётных. Следующее тоже должно быть чётным, и четвёртое тоже должно быть чётным. Итак, 4 чётных числа, их сумма чётна. Не подходит. Так, ну, давайте начнём с нечётного числа. Если сумма любых двух соседних чётная, значит, это числа одинаковой чётности. Нечётное плюс нечётное. Дальше тоже должно быть нечётное и ещё нечётное. А теперь вспоминаем. Если 4 нечётных числа, чётное число нечётных слагаемых, сумма чётная. Значит, сумма нечётным числом быть не может. И пятая задача. Верно ли утверждение сумма трёх последовательных чётных делится на 6? Допустим, это наименьшее. То, которое идёт следом за ним, на 2 больше. Следующее ещё на 2 больше. Так, давайте упростим это выражение. 2n плюс 2n и ещё 2n. Это будет 6n. 2 плюс 4. 6. Первое слагаемое делится на 6. Второе слагаемое делится на 6. Значит, и сумма делится на 6. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...